Микс Ньюс. Добрый день. Мы начинаем программу «Разворот» 12.16 на часах. Сегодня веду я Алена Борисова. Помогает мне звукорежиссер Евгений Копейн. А в гостях у нас сегодня заместитель руководителя Рижского регионального филиала Государственного агентства занятости Сандра Тарабрина. Здравствуйте. Добрый день. 672 12 939, 672 13 939. Звоните нам, задавайте свои вопросы, в том числе, если у вас такие имеются, в частности, по сфере трудоустройства, пишите нам в WhatsApp 2061-91. Вот, кстати, в эти минуты у здания Дома Конгрессов проходит так называемая ярмарка вакансий, которую как раз-таки проводит агентство занятости. И поспешите, можете туда еще успеть. Расскажите, пожалуйста, госпожа Тарабрина, что сейчас там происходит, что это за мероприятие и чему оно посвящено. Да, это ежегодная ярмарка вакансий. В Риге сегодня участвует больше, чем 50 разных работодателей, от коммерческой структур до государственных предприятий. И предлагается больше полторы тысячи свободных вакансий. Это превосходная возможность безработным встретиться с работодателем и наяву задать какие-то вопросы интересующие, чтобы сразу получить ответы. Также могут посещать эту ярмарку и работающие, которые, может быть, хотят что-то поменять в своей рабочей жизни. Но она до двух часов, так что надо немножко поспешить. У вас есть чуть меньше двух часов, да. Поэтому если есть возможность приехать в центр города, посетить эту ярмарку, еще раз напомню, около Дома Конгрессов на площади есть возможность пообщаться с представителями более 50 компаний, как публичного сектора, так и частного. Вы сказали о том, что около полутора тысяч вакансий, да, сейчас? Да, больше, чем. Ну, конкретно 1700 предлагают эти работодатели. 1700. Значит ли это, что это новые вакансии? Их нельзя найти в интернете, в открытых местах? Абсолютно разные. И, конечно, те, которые есть, может быть, уже постоянные, и какие-то новые, потому что и работодатели, и бизнесмены планируют, что в этом году тоже будет организаться новые рабочие места. А вы являетесь инициатором, да, такого мероприятия? Да, мы это организуем по всей Латвии. В этом году уже это было в Даугавпусе и других, скажем, именно. А в Даугавпусе, Велгавиме, Яковпусе, Прейли, Резе. Ну, в таких городах регионального значения страны, да, крупных городах? Да, да, конечно, да. Там, где наши филиалы. А скажите, пожалуйста, то есть это традиционная акция? Да, это уже несколько лет повторяется. А есть, может быть, какая-нибудь статистика или что говорят сами предприниматели, когда проходят подобные мероприятия, есть какой-то отклик со стороны вот тех заинтересованных в работе? Ну, с каждым годом работодателей у нас прибавляется, которые участвуют в этих ярмарках. И если можно сказать, что сначала, может быть, не было государственных структур, потому что на данный момент тоже есть государственные структуры, которые участвуют в этих ярмарках и ищут работников себе. Да, но вот по завершению этого мероприятия вам не звонят, может, работодатели, какой-то фидбэк есть о том, что действительно… Да, это собирается, но по сегодняшним данным, конечно, сегодня не могу сказать. Может, по прошлому году, если вам известно или нет? Ну, на данный момент у меня нет такой конкретной информации. Но можно сказать однозначно, что обе стороны довольны этим мероприятием, потому что для безработных это прекрасная, как я уже говорила, возможность сразу конкретно задать вопросы, которые не всегда ты можешь задать по e-mail или когда посылаешь свою сибирь. Единственный такой вопрос к вам. Почему, может быть, как мне кажется, на мой взгляд, нет, такое время выбрано для проведения этой ярмарки рабочих мест. Это пятница, будний день всё-таки, первая часть дня. Возможно, даже те люди, которые заинтересованы в смене работы, которые бы тоже, может быть, хотели пообщаться. Ну да, но приоритетно это, конечно, адресованно для тех, которые ищут работу. У них, я думаю, что особые, как это, по времени, да, я думаю, что это тоже доступное время. Но всегда по будням? Почему? Не рассматривали вариант субботы, допустим, выходного дня? В Риге, да, было по будням, сколько я помню, в последние годы, да. Вы также только что сказали о том, что вот впервые, по-моему, в этом году подали свои заявки и работодатели в публичном государстве. Нет, не впервые, просто эта тенденция, как с самого начала, может быть, не было столько, да, на данные сейчас уже появляется. А с чем вы это связываете? Это с отсутствием кадров в государственном секторе или, может быть, с пиаром, рекламой мероприятия, да, о нём больше узнаём? Нет, это однозначно то, что действительно не хватает работников не только в коммерческих структурах, но и в государственных учреждениях. То есть всё чаще и чаще к вам в государственные учреждения обращаются? Да, конечно. А вы можете, ну так, навскидку, если вам известно, что это за должности в государственном секторе? Это какие-то высшие? Абсолютно разные. Ну, в основном, конечно, большинство это какие-то средние, да, но есть и тоже, конечно, высшие. Все эти вакансии можно посмотреть на нашем портале, заявим вакансии портала, да. Если выбирается категория «государственные предприятия», то там все они показываются. Скажите, пожалуйста, вот совсем недавно был анонс на вашем портале о том, что вы открыли приём заявок, в том числе по проекту Фонда Европейского Союза по образованию для взрослых. Программа называется «Совершенствование профессиональных компетенций трудоустроенных лиц». Да, это как раз вы реализуете этот проект и предлагаете почти 800 образовательных программ. По крайней мере, эта информация у вас… Это проект был, если я так правильно поняла вопрос, это для тех работающих, для тех безработных, которые есть, например, практические какие-то навыки, но у них нет этого профессионального диплома. И он, значит, идёт в это определённое учебное заведение, где он может карту, профессиональный экзамен, и получать этот диплом. Комиссия, значит, его извертает. Оценивает. Да, и он, конечно, за эти услуги сам платит. И потом он сразу после экзамена получения диплома нам даёт заявку, и мы рассматриваем, всё ли соответствует, и мы тогда ему возвращаем эту финансовую растратуру. Ну, вот я посмотрела, что на эту программу могут записываться любые лица, даже трудоустроенные, в том числе достигавшие возраста 25 лет, они могут усовершенствовать свои навыки в разных областях. И вот до 28 июня можно подавать заявки. Нет, 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 подождите. Мы сейчас, наверное, что-то путаем, две программы. Эта программа, может быть, вы имеете в виду то, что организует Министерство образования, это обучение для работающих. Но вы не имеете отношения к этой программе? Нет, мы только можем, мы сотрудничаем по этим клиентам, которые используют эту программу, если они хотят карьерные консультации получить, они могут у нас это получить, у наших карьерных консультаций. Если он, например, не понимает, что он, ну, какое может обучение ему лучше сейчас обучать. А, вы тогда можете направить, да. Да, мы можем, ну, пока консультировать его, да, чтобы ему было это, понять, какую образовательную программу ему выбрать. А что по поводу интереса школьников и учеников этим летом работать? Мы также знаем, что каждый год вы объявляете регистрацию школьников на летний сезон, они могут подавать заявки, причем эти заявки, они, исходя из того, в каком регионе находится школьник, отведен один конкретный день для того, чтобы он мог записаться и зарегистрироваться. Да, я понимаю, законченный срок, вернее, срок уже подошел к концу. 17 августа было последний, ну, как бы… Августа? Нет, заявки можно подавать до 17 августа. В мае, да. Августа. А, августа, всё-таки, да. Но сразу скажу, что это не гарантирует, что они, ну, получат эти рабочие места, потому что мы звоним в порядке очереди, да, но у них, конечно, есть возможность самим договариваться с работодателями, которые предлагают эти вакансии, и список работодателей можно ознакомить на нашей домашней странице. Он через какой-то период всё время актуализируется, где занят уже тот, убираются эти работодатели, где они предлагают, там ещё это остаётся. И, да, в этом году планируется больше, чем 6 тысяч школьников использовать этот проект, да, и на данный момент мы уже получили 700, больше 700 заявок от работодателей. Которые хотят привлечь на это? Которые хотят, да. И именно вот эти три месяца – июнь, июль, и август. А скажите, пожалуйста, вот школьники с какого возраста имеют право работать? У нас наверняка сейчас слушают родители, у которых есть взрослые дети. В этом проекте с 15 лет до 20 лет. То есть это 9 класс, те, кто окончил 9 класс? Да, это все, значит, средняя школа и профессиональная школа тоже. У них ещё есть возможность зарегистрироваться на вашем портале? Да, до 17 августа, да, это можно регистрироваться во всех филиалах, но ещё раз, как я уже говорила, что это 100% не гарантирует. А лучше всего уже, может быть, самим как это постараться, договориться с работодателем. А через нас как посредником, да? Нет, ну просто это будет более-менее, ну потому что, конечно, очень большое количество этих школьников. А может, как это переходит, ребёнок или родитель ребёнка регистрировал? Они регистрируют, нет, регистрируется, конечно, сам школьник, да, и это попадает в базу данных, и мы звоним в порядке очереди, да. Есть у нас информация от работодателей, которые уже сказали, что они уже договорились с этим конкретным школьником, тогда мы их сразу приглашаем и выдаём направление к этому конкретному работодателю, да. Остальные, которые не договорились, мы, конечно, в порядке очереди им звоним и предлагаем то, что есть у нас свободное место. А вы учитываете пожелания работодателя, вот когда, допустим, регистрируется и размещает в Акасе, он говорит, что мне должен ученик вот с такими-то знаниями, с такими-то навыками? Есть какие-то или ко всем универсальные? Да, в этой таблице, которая доступна нам в нашей домашней странице, есть графа, где работодатель отметил, ну, какие вам какие-то требования. Есть, которые никто не отмечает, да, но есть, которые там всё-таки что-то отмечают. То есть вы сейчас занимаетесь тем, что вот обзваниваете… Да, выдаём направление, и они с этим направлением идут к работодателю, чтобы оформлять уже… Да, а может быть, можете рассказать, как это происходит? Вы набираете номер, видите, что человек, в данном случае школьник, подал заявку, вы ему звоните… Да, и приглашаем в филиал. Приезжайте, пожалуйста, к нам, познакомим вам с вакансиями, которые у нас есть. И он на месте определяется? Ну, можем уже по телефону ему что-то рассказать, чтобы уже было понятно, что, чтобы разговор быстрее шёл. И, конечно, ещё хочу заметить, что обязательно нужна справка от врача, что он может работать из-за ненуарста. А поскольку детям ещё нет 18 лет, до 12 класса, какое-то разрешение родителю вы спрашиваете? Ну, конечно, согласие должно быть, да. Но это в письменном виде или достаточно того, что ребёнок говорит, да, мне маму разрешить? В письменном виде. А, да, всё-таки там нотариально заверено или нет? Нет-нет-нет. Нет, необходимость такой. Что касается вот прошлого года, что говорят, опять же, такие работодатели? Насколько охотно они принимают детей? Насколько в Латвии дети исполнительные? Не дети, школьники, да? В средней школе исполнительные, вот, по опыту прошлых лет. Есть ли такие ученики, которые вот там уже на протяжении... Сколько программы такая существует у нас в стране? Она существует у нас... Да, вот как у нас сейчас... Ну, там последние три года есть? А, да, уже, да, обязательно, больше, чем три года, да. То есть, вот, ребёнок, по сути, который вот закончил девятый класс, он может вот каждый год этим пользоваться, да? И что говорят работодатели? Ну, цифры говорят сами по себе. Если в прошлом году у нас было 611 заявок от преподавателей, то, как я уже сначально говорила, то в этом году уже больше 700 преподавателей. И, конечно, есть многие, которые уже повторяют эти заявки, ну, несколько лет подряд, да. Так что они уже довольны с этим нашим проектом, как это знают хорошо весь организационный процесс, как это происходит, да. Значит, они видят, что действительно эта поддержка летом очень для них значительна. А скажите, пожалуйста, вот такой вот растущий интерес со стороны работодателей, он объясняется тем, что у нас действительно такие ответственные школьники, или тем, что, допустим, их можно нанять на полставки или платить им меньше, нежели... Нет, меньше, как минимальная зарплата, они не имеют платить, да, у нас есть заявки, которые предлагают больше зарплаты, потому что эти вакансии абсолютно очень разные от простых каких-то профессий, да, как, да, там, например, какие-то архивы, арполыкс или библиотекарь, в аэропорту какие-то для помощники, для клиентов, да, так что... А, ну, ассистенты различного рода, да? Да, да, уровни очень-очень разные. А если говорить также о работодателях, предпринимателях, может быть, которые еще не знают о том, что они могут поучаствовать в такой программе, которая нас, может быть, сейчас слушает, вы, в принципе, оказываете какую-нибудь помощь с подбором штата, персонала? У вас же есть какая-то определенная, определенный список безработных? Сейчас вы спрашиваете уже не в разных школьных проектах. Я, в принципе, да, говорю о том. Да, да, конечно, у нас есть работаем с работодателями, это по сравнению с прошлым годом сотрудничество увеличивается, да, да, мы можем по их запросу отобрать по их критериям определенных безработных, или посылая им, например, только их CV, которые безработные согласились, да, или делаем отбор персонала в наших помещениях филиалы, или, если они желают, то в них, да, тогда уже наяву, как это встречается в этом отборе, работодатели и, возможно, будущие работники. Да, мы продолжим, мы сейчас перейдёмся на новости и рекламу. Напомню, у нас в гостях заместитель руководителя Рижского регионального филиала Государственного агентства занятости Сандра Тарабрина. Мы продолжаем программу «Разворот». У нас в гостях заместитель руководителя Рижского регионального филиала Государственного агентства занятости Сандра Тарабрина. Мы в первой части коснулись того, что агентство занятости в том числе помогает и искать сотрудников, подбирать сотрудников необходимым учреждениям, и даже государственным. И вот в связи с этим вопрос, чем вот по данным качествам, в отличие, допустим, от того же CV Online, который также занимается подбором штата? У нас просто больше, я думаю, что есть база данных этих потенциальных работников. А когда, допустим, вам работодатели обращаются, они вам платят за то, что... Ну, и просят вашей помощи? Нет, это бесплатная услуга. Даже частная? Да. А, в отличие от коммерческой компании, любой работодатель, предприниматель вам может звонить? Любой, да. Как часто к вам... Потому что мы ежедневно слышим о том, что в Латвии катастрофическая нехватка работников, причем во всех отраслях, начиная от крупного звена, да, заканчивая, ну, может быть, невысоко квалифицированной рабочей силой, да. И вот как часто на фоне этих заявлений, мне кажется, должны звонки поступать вам, ну, может быть, не переставая? Как часто вы их получаете? Или люди не знают, что вам можно звонить? Нет, можно звонить, можно на e-mail посылать, есть контакты наши. Но звонят? И звонят, и посылают e-mail, можно регистрироваться самим нашим в этом портале, с вакансией своей, да, ну, самим ставить эти вакансии, да. Так что есть разные возможности. Слушатель Виталий задает вопрос вам, какие возрастные предпочтения работодателей при подборе персонала? Какие шансы найти работу в Риге для мужчин старше 50 лет и по каким категориям? Пример. Тяжелый физический труд под открытым небом или старых подвальных помещениях, или на новых автоматизированных рабочих местах на уровне ЕС? Вот он спрашивает. Может быть, что-нибудь из этого? Ну, сразу скажу, что ни один преподаватель не имеет права указывать в своем объявлении какие-то возрастные группы, да. Серьезно? Почему? Ну, да. Ну, юридически это. Мы такие вакансии не будем публиковать. Это, во-первых. А если то, что говорится, вот я сподняла по строительным, да, то если мы говорим о рабочем рынке, то строитель, отрас строительства и недвижимости на данный момент занимает самое первое место, где больше всего требуется работников. И где больше всего официально нет трудоустроенных сотрудников, так же. Вопросы по поводу возраста. Вы сказали, что в официальных объявлениях, размещенных, в том числе на вашем портале, работодатель не имеет права указывать желаемый возраст сотрудника. Нет. Нет, но если говорим так, конечно, он может указывать какие-то физические, да, что должен быть, историк, физик, да, как что-то, ну такие, ну возрастные. Выносливые, да, или физически сильные. Да, да, но возраст не имеет права. А даже когда вам звонят и спрашивают, еще молодого специалиста, условно нет. Нет. И еще вопрос вам еще один от слушателя. Если работодатель обманывает в обещанной оплате труда, то какие решения вы можете предложить этой проблеме? Первый шаг – это валстарга инспекции. Ну, я не знаю, как это сейчас на русском. Это инспекция по труду. По труду, да. Они решают только эти вопросы. Этот вопрос не в нашей компетенции. Если вот затрагивать глобальный вопрос текущего года, этого года, если у вас есть эти итоги, что у нас с безработицей? Если говоря безработицей, то она постепенно, конечно, все время снижается. Если мы сравниваем первый квартал 2018 года, то это безработный уровень был 7%, и на первый квартал этого года безработный уровень был 6,6%. И по последним данным на 27 мая у нас в Латвии безработный уровень 6,1%, в численности более 56 тысяч безработных, да. В ближайшем регионе уровень безработицы 4%. Самый маленький по всей стране, да? В Рижской регион, да, самый маленький, и в Риге 3,8%. Ну и в Латвии, да, как обычно? Да, конечно, это разница по региональным уровням безработицы. В Латвии это 14%, но и связана причина этому, что экономическое развитие этих регионов, да, то, что в Рижском регионе экономика намного больше развивается и быстрее. Ну, по понятным причинам, может быть, да. Да, и последственно из-за этого вытекает, что, конечно, больше всего вакансии регистрируется тоже в Рижском районе, это около 80%. Скажите, а ваше агентство, оно предусматривает какие-нибудь варианты решения этого вопроса, допустим, в Латвии, чтобы увеличить число вакансий предполагаемых? Ну, может ли ваше учреждение что-нибудь сделать, или хотя бы, может быть, какие-нибудь мероприятия подобные? Ну, экономику, конечно, мы не сможем повлиять, да, на развитие экономики. Ну, чтобы привлекать людей, бороться с безработицей. Да, но программы отдельно, как, например, только, которые ориентированы на Латгальский регион, конечно, такого нету. Это всеобщее то, что помогает, да, безработным. И можно сказать, что если в общем по Латвии мы берем, что 53% из общего количества безработных возвращается на рабочий рынок после 6 месяцев. Подождите, 53% от всех безработных после 6 месяцев. То есть, в среднем половина безработных полгода находится на бирже, ну, либо в поисках этой работы. Да, да. И если считаю, что вообще это хорошо, чтобы это число, оно... Нет, конечно, я считаю, что это хорошо, да. Но, видите, в то же время организации экономического сотрудничества, которые анализируют рынок, в том числе и во всех европейских странах, сравнивают их между собой, они заявили, что Латвия – одна из тех стран, где длительная безработица, как это и парадоксально не звучит, самая длительная. И у нас есть проблема о том, что у людей отсутствует желание искать работу после того, как они находятся без работы. И вот опыт работы, при этом отмечается, что опыт работы многих латвийцев за всю жизнь составляет всего лишь 12 месяцев в год. Ну, если говоря о длительной безработице, то этот проект, который именно был ориентирован на этих категории длительная безработица, начался в 2016 году. И тогда было у нас на учете больше, чем 24 тысячи длительных безработных. А что такое длительная безработица? Длительная – это безработник, который не работает больше 12 месяцев. И если говоря на март этого года, то у нас это количество уже сократилось до 15 тысяч. Это значит, за эти года на 9 тысяч уменьшила у нас эта категория групп, конечно, длительных безработных. Есть такие, может быть, зашкаливающие, ну, не знаю, отсиживания дома, если мы говорим о сроках, да? Мы сейчас говорим о превышающих, там, годах. Какие у нас самые высокие результаты в этом? Плачевный результат, конечно же. Ну, у нас… Когда работоспособный человек, допустим, не работает, ищет работу, ну, не знаю, 10 лет. Есть такие у нас? В Рижском регионе таких нет. Нет, нет таких нет. Есть там, действительно, есть, конечно, которые там и два, может быть, года и больше, да? Но это надо очень рассматривать индивидуально, такая, но все-таки большинство это не входит в эту категорию, да? И потому у нас это есть программа, где мы… В этой программе есть несколько поддержек программ, да? Где включается и карьерная консультация, и консультация у психолога, консультация у психотерапевта. Потом программа, где можно решать проблему с зависимостью, минус, отстей, оптенсу, или программа. Потом мы предлагаем для этой группы безработных Веслибс, Веслибс Парбалд, у профврача. Да, проверка здоровья. Да, если у него есть какие-то проблемы, и тогда врач определяет, на каких работах он как может или не может работать, да? Есть у нас профессиональная программа, это пригодность профессиональная для длительных безработных с инвалидностью и прогнозируемой инвалидностью. Это мы делаем сотрудничество Арсабиадрии с интеграцией с Валстади, в Юрмале, которая находится. Значит, та программа еще у нас есть. Также очень хорошо используется мотивационная программа по возвращению на рабочим рынком. Мы сейчас как раз пройдемся по всем вашим вышеперечисленным программам. Еще один вопрос слушателей вам задается. Анна, расскажите, пожалуйста, какие наиболее распространенные вакансии требуются в Риге? Требуются в Риге, это, если говорить, первая десятка где-то, это строительные. Все первые десять про Риге? Первые десять, это строительная сфера. Строительная сфера где-то. Да, может быть, еще какие-то транспортные. Конкретно, можно сказать. Но первые, то же самое. Но это мужчина, наверное. То же самое и в Латвии относятся, и то же самое по Риге. Первые места, это все автомобили грузовых автомобилей. Строительные каменщики. Да, да. Это то, что я говорила, что где больше всего вакансии, то строительные, недвижимости, и то же самое, и то, что требуется. И это одинаково относится и по Риге, и по Латвии. Если мы говорим... Я не хотела бы сейчас гендерно делать какие-то такие различия, но тем не менее, наверное, первые десять позиций претендуют в большинстве своих мужчин, да? А если начинать рассматривать там где-то... Ну, есть пониже, тут есть по статистике, по ВАРС, это значит... Повар. Да, продадать. Я сейчас слайд не описываю. Ну, наверное, тем больше это таки идет. Но это по как это... Средней квалификации, низкой квалификации. Те, которые идут в высшей квалификации, да, на первой маесте, конечно, у нас программисты. Там немножко это делится, что идет на высшей. Если касается возвращения уехавших когда-то из Латвии, покинувшись страной, вот если они сейчас хотят вернуться, у вас есть такая же программа, да? Я была ТС от Грестес, Латвия. И что касается вот этой программы, какую информацию вы даете, как вы способствуете тому, чтобы люди приезжали? Вы с ними связываетесь, вы их ищете, они вас должны найти? Нет, ну, это они есть. На нашей странице есть, по-моему, там какая-то категория, где это описывается. Они, может быть, с нами созвониться, и можем там им... Но есть же отдельный проект, который... Ре-миграция, да. Да, проект ре-миграция. Но вы никак не связаны с ними? Нет, нет, нет. Мы можем, ну, как это помочь, то, что мы можем, если они там по поиску работы, там, что-то... Ну, такие, да. А вот в этом ключе, в чем вы, в чем ваше отличие? Есть какая-то информация, которую человек, в принципе, не может найти сам в интернете? То есть зачем с вами связываться, если у человека есть интернет, доступ к компьютеру, и он может, в принципе, не знаю, там, облазить, грубо говоря, сайты объявлений и найти все то же самое? Вы чем-то отличаетесь в этом плане? Ну, я думаю, что все-таки, когда есть какой-то личный разговор, личная, анализуется личная ситуация, индивидуальная ситуация, то все равно там, ну, как, там, может быть, информация будет такая стандартная, да, на всех случаях. Ну, в стандартной ситуации. Ну, у каждого есть, может быть, какая-то индивидуальная, тогда уже лучше, конечно, было. Ну, связываются с вами, ну, живущие за пределами? Ну, не так много, но есть, конечно, интерес есть. Есть, да? Ну, не очень, не скажу, что это очень большое, я думаю, что больше связано вот то, что вы говорили, с той программой, да, где они решают, может быть, какие-то помогают решать эти социальные вопросы. Если говорить о программе по трудоустройству людей с инвалидностью, или, по крайней мере, как-то способствуют тому, чтобы они находили работу. Вот у нас в прошлую пятницу проходил большой форум, да, в том числе о решении такой проблемы, о том, что вот если мы выйдем, по крайней мере, на улице Риги, ну, вот даже, да, ну, мы видим очень мало инвалидов, хотя это не значит, что их нет. Нет, их есть. Да, их, они есть, и эти люди, ну, не появляются в силу того, на улицах, по крайней мере, потому что городская инфраструктура к этому не располагает, да, элементарно нет нигде пандусов, там, из многоквартирных домов не выехать. И наше общество, и предприниматели, в том числе, они сами об этом говорят, они не доверяют этим людям, они, ну, поскольку они всегда руководствуются прибылью, они думают, что будет страдать, ну, качество работы этих людей, да, и поэтому здесь вопрос занятости. Есть ли у вас какие-то программы, общаетесь ли вы с этими людьми, приглашаете ли вы, может быть, даете ли вы, предоставляете ли вы им такие, может быть, возможности, да, где они могут себя проявить? Ну, во-первых, скажу сказать, что на май, начало мая этого года безработной инвалидности у нас зарегистрировано больше, чем 8500. 8500? Ну, да. Это по стране? Да, да, 8500. И, конечно, это одна из тех групп безработных, которые находятся не с такой благополучной ситуацией, и тенденция показывает, что эта группа возрастает, но это, конечно, связано с тем, что… Эта группа возрастает с каждым годом? Ну, если по сравнению с прошлым годом, по-моему, около 300 возросло по всей Латвии, на 300 персон, но это возрастает по причине того, что у нас вообще в Латвии возрастает количество наших зрителей, у которых есть какая-то инвалидность. естественная причина, вы говорите. Хорошо. Что касается решений, ну, этих людей и их трудоустройства, есть какие-нибудь варианты здесь? Ну, как я уже упоминала, это длительная программа, где есть это, в Юрмале это агентство, с которым мы сотрудничаем, да. А как оно работает? Ну, что оно предлагает? Они, значит, с каждым работают индивидуально, и они определяют, что он именно, может быть, может обучаться, и что он может работать. И у них есть тоже своя база обучения, где они потом, если это как-то совпадает, они там могут и обучиться какой-то профессии. Когда мы говорим об уровне безработиц, можем так, ну, активных жителей, мы включаем это число в то число? Да, конечно. Ну, это общий, да, это в общем, как я говорила, это общий. Вы также сказали вот в перерыве, пока мы были за эфиром, вы сказали о том, что у нас в Риге есть филиал, да, госагентство занятости, есть специальный кабинет, оснащенный компьютерами, техникой, чтобы те люди, которые не могут… Ну, может быть… Ну, у которых нет навыков таких хороших с интернетом, с компьютерами, или не могут распечатать дома. Да, у нас есть, они могут к нам приходить, и наши сотрудники им помогут найти вакансии, распечатать, если необходимо. Так же самое мы предлагаем тоже, уже распечатаны готовые вакансии, что они могут взять, да. Ну, там есть разные возможности. И пользуются популярностью этот кабинет? Очень, да. Да. Я, может быть, смею предположить, что чаще всего приходят люди старшего поколения. Разные. Ну, процентуально, конечно, может быть, старшие. А консультанты правда помогают найти работу? Ну… Ну, есть такие примеры, или вы просто там условно заполняете какие-то формы, CV, помогаете CV составлять? Да, да, помогаемо. Если регистрируем клиент у нас, он может пойти к карьерному консультанту, который ему поможет составить CV, так же составить педагогу масту. Заявление. Да. Да. И переговорить, как, может быть, себя презентовать в интервью, да. И, да, это всё возможно. Подсказывайте, дайте это абсолютно бесплатно. Да, да, безусловно. Так же самое есть и обучение AIMA удалось, где тоже, если зарегистрироваться на нашей домашней странице, то можно в интернет, ну, видай, да, пройти тоже курс по составлению CV и мотивационного письма. А и как обстоят дела с мигрантами или людей, получающих альтернативный статус в Латвии? Они как-то интересуются работой? Да. В том числе о беженцах, я говорю. Да, есть, ну, конечно, не такое большое, да, но мы, да, очень успешно с ними работаем и находим работодателей, которые их принимают. И чаще всего, что это за сфера? Абсолютно разные. И общепит какой-то, да, и какой-то… Ну, мы говорим, наверное, о тех людей, которые не знают языка. Ну, да, конечно. Скорее всего, это английский, да? Да, да. Вот. И куда они официально могут быть трудоустроены? Общепит, какие-то, нолык-то, склады. Да, да, склады. Ну, вот сейчас в Сейме перед вторым чтением обсуждаются поправки к закону о том, чтобы уменьшить бюрократию в госагентстве занятости, да, и уже предварительно поддержали поправки к закону о поддержке безработных и ищих работу. И говорится о том, что эти поправки уменьшат административную нагрузку на партнеров государственного агентства занятости, а также ведут ряд других изменений. Вот, может быть, вы знаете, о каких изменениях идет речь, кроме всеобщей какой-то дигитализации. Я хочу узнать, о какой бюрократии здесь говорится. Вы работаете с большим количеством бумаг или именно для клиентов это неудобно? Нет, скорее всего, я думаю, что для клиентов есть удобные разные наши услуги, особенно если они хотят зарегистрироваться в безработный статус через Латвию ЛВ, это он может подать заявку, да, на статус безработный, им не надо приходить в агентство занятости, только потом, если он подает заявку, с ним свяжется и договорится уже на когда, на какое конкретное время, да, то он придет, чтобы уже оформить все остальные документы, да. Так что есть разные. Я думаю, что то, что относится, чтобы как-то нашу работу, это относится больше к сотрудникам, и это, скорее всего, идет на дигитализацию, чтобы было более-менее. И, наверное, относится тоже к нашим партнерам, которые помогают нам проводить эти мероприятия. Какие партнеры? Работодатели вы имеете в виду? Нет, учебные заведения, которые организуют обучение для безработных, эти субсидаты от заработодателей, которые, ну, чтобы это все оборудование документов, наверное, было все-таки более-менее. Одна из ваших коллег давала интервью латышскими СМИ, она говорила о том, что вот нам, работникам агентства занятости, когда люди приходят, им обязательно нужен личный контакт, то есть люди, много тех, кто не желает, может быть, как-то электронно находить себе работу или вникать в эти процессы, и много тех людей, которым нравится именно очная встреча, они рассказывают о проблемах, даже находящихся в некомпетенции вашего учреждения, о проблемах близкими, со своим здоровьем. Серьезно вы являетесь таким вот психологом? По вопросу, да, такая тенденция есть, что хотят лично этот разговор иметь, да, но я думаю, что психолог это, скорее всего, если безработный попадает к карьерному консультанту, то это может там сыграть или вот эти длительные психологы-психотерапевты, а агенты, которые работают с безработными, регистрируют их, да, но у них не столько времени, чтобы так консультировать уже, у них чётко, определённо то, что они должны сделать в это время, пока она подслуживает. Ну, коллеги действительно вам сообщают о том, что люди изливают душу, рассказывают, ну, а поскольку мы все вежливые взрослые люди, иногда невозможно человек на полусловие оборвать, да? Ну да, но можно всё-таки, ну, у нас же всё-таки разговор выльзает так, что профессионально главная цель это, чтобы мы помогли ему вернуться на рабочий рынок, и мы, чтобы определиться, что мы можем ему предложить, да, мы никак не решим, ну, их какие-то семейные проблемы, да, или какие-то… А вы как-то вот по итогу года подводите итог, что-то резюмируете вашу работу, вот насколько эффективно, сколько людей вы в труду стоили, да, сколько изначально было, сколько вы помогли, сколько людей нашли работы именно там по вашим рекомендациям, допустим, есть какие-то такие данные? В прошлом году вы устроились на работу больше 63 тысячи. Человек именно по… через агентство? Ну, наши безработные, да. И… Не, ну они могут и сами найти работу? Да, конечно, разные. А я говорю, а есть те, кому именно вот вы помогли, и это вот точное число, нашли работу через вас, допустим, у вас зарегистрирована вакансия, вы кому-то, с кем-то связались, показали этот человек именно… Таких, может быть, данных нет, но что я бы хотела в этом вопросе отметить, что больше 30% из этих 63 тысяч возвратились на рабочий рынок после того, как они закончили какое-то наше… это мероприятие поддержки одной из… Так что эти мероприятия, которые мы делаем, разные, да, они помогают, и это составляет больше 30%. Да, на этом пора заканчивать. Я напомню, сейчас у здания Дома Конгрессов проходит ярмарка вакансий, поэтому поспешите, у вас остался один час, чтобы встретиться с работодателями. Около 50 компаний ищут в себе сотрудников. У нас на этом все. У нас в гостях сегодня была заместитель, руководитель Рижского регионального филиала Государственного агентства занятости, Сандра Тарабрина, вела передачу Алену Борисову, помогал мне звукорежиссер Евгений Копень. Спасибо вам большое. Спасибо.